Согласно закону о соцзащите детей-сирот, в 16 лет они имеют право зачисляться на квартирный учёт. По достижении 18 им обязаны предоставить постоянное или социальное жильё. Также право на недвижимость закреплено в 47-й статье Конституции. В регионе 148 сирот состоят в очереди на квартиру, говорят общественники. Ещё более 700 человек нуждаются в постановке на такой учёт. Совсем небольшое количество ребят адаптируется и социализируется, а большинство из них ведёт в маргинальный образ жизни и пополняет ряды людей со социальным поведением. В Беларуси вопрос с предоставлением жилья для детей-сирот решают по-другому. Государство предоставляет кредит на квартиру на 40 лет под 2% годовых. Это жильё нельзя продавать до тех пор, пока не будет полностью выплачен кредит. С одной стороны, по положительным моментам, пока он выложит деньги, по крайней мере, мы уже думаем, что он так будет способен в правильной экспедиции. С другой стороны, отрицательный момент, что таки могут звучать привязываться к этому жилью. Это необязательно город Минск, это может быть какой-то небольшой городок, где ему просто не будут работать. Как отметили активисты, в Украине программ по обеспечению сирот жильём пока нет. С инициативой создать региональный проект участники «Круглого стола» намерены обратиться в областной совет. Виктория Вашкиевич, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».